Приветствуем! Сегодня ныряем в мир аудио-высокого разрешения, конкретно форматы DSD. Все эти непонятные DSD, DSF, DFF, вы когда-нибудь чувствовали себя растерянным, пытаясь разобраться, что это такое? Сегодня мы и развеем весь этот туман. Есть несколько интересных материалов, которые помогут нам разобраться, что такое DSD, чем отличаются DSF и DFF, ну и что за цифры эти DSD 64, 128, 256. В общем, наша задача сделать эти термины понятнее. Вот скажите, приходилось наверняка видеть эти файлы DSD? И сразу вопрос, что это вообще такое? И вот это DSF, DFF, в чем там суть? DSD или Direct Stream Digital — это, ну, такой довольно специфический зверь в мире аудио. Это формат высокого разрешения, однобитный, то есть в отличие от PCM, как на CD, где у нас там 16 бит, 24 бита, здесь всего 1 бит. Зато частота дискретизации просто огромная, мегагерцы. Один бит, но очень-очень часто получается. Именно миллионы раз в секунду система как бы проверяет, стал чуть громче или чуть тише предыдущего значения. Это вот сигма-дельта модуляция. Давайте уточним этот момент. Для более точного понимания стоит отметить, что в данном случае мы имеем в виду изменение уровня звуковой волны, а не ее громкости. Это важное различие, которое помогает лучше понять суть процесса. Изначально Sony и Philips придумали это для Super Audio CD. Помятно. Так, а с файлами источники упоминают DSF и DFF. В чем разница-то? А, да. DSF и DFF. Если не копать глубоко в технические дебри типа сжатия, то сами аудиоданные внутри у них одинаковые. Главное отличие, вот прям ключевое, это метаданные. DSF, который с расширением точка DSF, он как бы изначально спроектирован, чтобы хранить информацию. Название трека, альбом, исполнитель, обложку туда можно вшить. А, то есть удобно для фонотеки. Да, а DFF, который точка DFF, он такой более спартанский, стандартно метаданные не поддерживает. Ну, то есть иногда их туда запихивают в ID-3 чанки, как в MP3, но не все плееры это понимают. Ясно. Зато DSDF может использовать сжатие без потерь, DST называется. DSF не сжатый. На сам звук, вот если сравнивать один и тот же трек в DSF и DSDF без сжатия, разницы не будет. Ну и еще ISO-образы от SACD дисков бывают, там тоже DSD. Окей, значит DSF это про удобство с тегами. А цифры? DSD64, DSD128, 256, там же и 512, 1024 есть. Да, эти цифры это просто множитель. Они показывают, во сколько раз частота дискретизации DSD выше, чем базовая частота OCD, то есть 44,1 кГц. Значит, DSD64 это 64 умножить на 44,1 кГц, получается примерно 2,8 МГц. DSD128, соответственно, в два раза больше, 5,6 МГц. DSD256 еще в два раза, 11,2 МГц. Ну и так далее, аж до DSD1024 это уже больше 45 МГц. Вот, и тут самый главный вопрос, мне кажется. Это что значит? Чем выше цифры, тем автоматом лучше звук. Берем DSD1024 и все аудиофильское счастье. Не совсем так прямолинейно. Смотрите, у DSD из-за этой вот одной битности есть особенность, довольно высокий уровень шумоквантования. Ну, цифровой шум, который неизбежен при оцифровке. Но хитрость DSD и Sigma Delta модуляции в том, что основная масса этого шума сдвигается очень высоко по частоте, в ультразвуковую область, которую мы не слышим. Это называется формирование шума или noise shaping. То есть шум как бы убирают подальше? Да, именно. Выталкивают его туда, где он не мешает. И вот тут вступают в игру эти самые DSD128, DSD256 и выше. Более высокая частота дискретизации дает, так сказать, больше места на частотной шкале. Появляется больше пространства, чтобы этот шум отодвинуть еще дальше и сделать это эффективнее. Это может позволить либо снизить полку шума в слышимом диапазоне, либо чуточку расширить полезную полосу частот самой музыки, не теряя стабильности. Понятно. То есть больше места для маневра с этим цифровым шумом. В материалах были забадные аналогии для этого. Да. Представьте себе такую картину. Ваша любимая музыка – это коробка, которая лежит на дне бассейна. Весь этот цифровой шум, о котором мы говорили, – это вода, которая заполняет весь бассейн, накрывая нашу коробку с музыкой. А теперь самое интересное. Система DSD включает огромный вентилятор, и он начинает сдувать воду, то есть шум, подальше от нашей музыки. Вся эта лишняя вода скапливается где-то там, по краям бассейна, в ультразвуковой области, где она нам совершенно не мешает. В итоге уровень воды возле коробки опускается, и ваша музыкальная коробка оказывается выше поверхности воды. Вот почему DSD может звучать так чисто. Он буквально выталкивает весь мешающий шум туда, где вы его просто не слышите. Ну да, что-то вроде того. Неплохие образы. Помогают представить. Хорошо. А если сравнить DSD с обычными PCM-форматами? Ну, тот же флаг, например. Можно сказать, что DSD вот прям лучше? Ох, это вечный спор. Это просто разные подходы к оцифровке. PCM использует больше бит для описания уровня сигнала в каждый момент времени, но делает это реже. DSD наоборот, один бит, но с бешеной частотой. Сказать однозначно лучше нельзя. Очень много зависит от исходной записи, от мастеринга, от аппаратуры, на которую слушать. А флаг? А флаг – это вообще не формат данных в том же смысле, что PCM или DSD. Флаг – это способ сжать PCM данные без потерь. Как zip-архив для музыки, грубо говоря. И важный момент про DSD. Его очень трудно редактировать напрямую. Почти любая обработка, эквалайзер, компрессия требуют конвертации. Во что? Обычно конвертируют в PCM очень высокого разрешения. Есть даже специальный термин – DXD – Digital Extreme Definition. Это, как правило, PCM 352,8 кГц с разрядностью 24 или даже 32 бита. А потом, после обработки, конвертируют обратно в DSD. Ого! Звучит сложно. И потенциально с потерями на каждом шаге. Ну да, процесс нетривиальный. И как же тогда слушать эти DSD-файлы? Вот именно, как их слушать обычному человеку? Есть, по сути, два основных пути. Первый – нужен ЦАП, ну, цифроаналоговый преобразователь, который умеет работать с DSD напрямую, нативно. Такие есть, их становится больше. Второй путь – конвертация DSD в PCM. Это может делать программный плеер на компьютере или сетевом проигрывателя прямо на лету, во время воспроизведения. Либо можно заранее все файлы перекодировать в PCM, например, во флаг высокого разрешения. А конвертация между самими DSD-форматами – DSF в DFF, например. А вот это без проблем. Если не меняется частота дискретизации и не применяется никакая обработка или сжатие, то перевод из DSF в DFF и обратно без потерь. А вот если менять саму частоту DSD, ну, например, из DSF-64 делать DSF-128 или наоборот – это ресамплинг. И он, как и ресамплинг PCM, сопряжен с определенными потерями качества. Однако, существует возможность выполнить ресамплинг таким образом, что изменения будут практически незаметны. С помощью профессионального программного обеспечения, такого как специализированные аудиоконвертеры, можно минимизировать искажения до уровня, невоспринимаемого на слух. Хотя, конечно, восприятие может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей слушателя. Он сидел у окна. Дождь бил по стеклу. Старая пластинка крутилась, скрипела. Каждый шорох – годы. Годы, прожитые с этим звуком. Чистый звук был редкостью, роскощью. Сейчас он слушал шум дождя, а не музыку. Музыка была погребена под слоем шума. Он любил эту музыку. Любил ее больше, чем многое другое. Но время брало свое. Пленки рассыпались, винил изнашивался. Цифра спасала. Так говорили. Но и цифра не всегда была спасением. Копии, копии, копий. Звук ощущался плоским, бездыханным. Он помнил концерт. Тот самый. Скрипка плакала. Рояль отвечал. Каждый инструмент дышал. Он закрыл глаза. Пытался вспомнить. Но воспоминания были, как старая фотография, выцветшая. Иногда он думал, что потерял ее. Ту самую искру. Звук. Ночью он не спал. Думал о том, как вернуть. Как вернуть то, что ушло. Не просто файл, а живое дыхание. Однажды друг принес ему программу. Сказал. Попробуй. Это другое. Он был скептиком. Всегда был. Но взял. Установил. И сделал все так, как сказал его друг. Выбрал старый трек. Тот, что слушал подросткам. Запустил конвертацию. Не ждал чуда. Просто делал. Когда он нажал play, он замер. Дождь все еще бил по стеклу. Но сквозь него, через динамики, лилась музыка. Он наслаждался нотами, атмосферой, концертом, скрипка, знакомая боль, надежда, дыхание музыканта, пальцы на струнах, дерево. Представьте, как будто вы помогаете вашей аудиосистеме работать эффективнее. Попытайтесь раскрыть больший потенциал вашей техники с нашим оригинальным высокоточным алгоритмом. Теперь вы слышите ваши записи по-новому? Попробуйте AUI-конвертер бесплатно прямо сейчас. Вы ощущаете разницу? Ссылка в описании к видео. Так, давайте попробуем собрать все вместе. Значит, DSD — это однобитный формат, очень высокая частота. Файлы бывают в основном DSF, с метаданьями, удобно, и DFF, без, но может быть сжат. Верно. Цифры 64, 128 и так далее — это про частоту дискретизации. И про то, как эффективно система борется с шумом, отодвигая его подальше. Да, про пространство для этого шума. И выбор в итоге — это не просто погоня за большими цифрами, а скорее вопрос совместимости железа, ну и личных предпочтений. Совершенно точно. И что тут, мне кажется, самое интересное — это вечный компромисс между вот этой красивой теоретической идеей DSD и тем, как это все реализуется на практике, в студии и потом у слушателя дома. Лучший звук — это всегда результат работы всей цепочки, от записи до воспроизведения. И вот, кстати, финальная мысль, над которой можно подумать. Если DSD для редактирования часто переводят в DXD, а это, по сути, очень качественный, но все же PCM, то насколько тот DSD, который мы получаем в итоге, действительно сохраняет вот этот уникальный характер DSD? Или же сама эта двойная конвертация туда-сюда уже определяет звучание? Ммм, хороший вопрос. Есть над чем поразмыслить. Если это видео полезно, поддержите его лайком, подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok